Все единомышленники, кому не безразлична судьба нашего Отечества. Сегодня 13 ноября, Москва. Мы находимся у здания Совета Федерации. Вот оно за моей спиной. Здесь находится пикетчик Национально-освободительного движения в одиночном пикете. И цель пикета – это донести до органов власти требования народа, которые граждане ставили под коллективным обращением. За возврат суверенитета России, отмену внешнего управления, также отмену колониальных статей Конституции 15.4.13.2. Вот еще раз наш пикетчик здесь. Вот это вот Совет Федерации. Здание Совета Федерации. Сейчас мы подойдем поближе к пикетчику. Уважаемые друзья, согласно Конституции, единственным источником власти и носителем суверенитета является многонациональный народ России. И поэтому с 1 марта, даже не с 1 марта, а с 23 февраля с легендарного города Сталинграда стартовала эта акция по сбору, всесоюзная акция по сбору подписей граждан за отмену колониальных статей Конституции и расследование событий 1991 года. Вот здесь у здания Совета Федерации находится наш пикетчик. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы не можете пояснить содержание вашего плаката? Пожалуйста. Мы собрали, сдали точнее в Госдуму 150 тысяч подписей в прокуратуру, Совет Федерации. Эти подписи говорят о воле народа, что народ хочет изменить то положение дел в стране политического дела, то, что наша страна подчиняется через 15 статью, часть 4, подчиняется западному управлению. Конкретный пример нашим Центральным банком через Конституцию управляет Международный валютный фонд. Это американская организация. Наш Центральный банк, он не наш, он не подчиняется нашему государству, ни правительству, ни президенту. И это закреплено в Конституции через 15 статью, часть 4. Народ хочет изменить такое положение этих дел в стране. Народ, мы хотим установить в стране национальную власть, национальный бизнес, чтобы у нас в стране был. Сейчас мы этого не можем сделать, потому что 15 статья, часть 4, подчиняет наше законодательство западному управлению. В наших, во всех министерствах работают международные консалции, белые компании. В основном это американские, такие как Pricewaterhouse, ну и так далее. Все не буду перечислять. Оливервумен и так далее. Ну, конкретно, допустим, Оливервумен работает также с Центральным банком с нашим. Ну, в общем, в каждом министерстве у нас, в основном это американские международные консалтинговые компании. Народ не устраивает такое положение дел. Они пишут для нас законы, получается? Да. Наши законодательства, через 15 статью, часть 4, подчиняются им, этим консалтинговым международным компаниям в том числе. То есть нашей страной, по сути, управляют западные, в основном американские компании консалтинговые. Управление везде, во всем. Вот это внешнее управление. И это называется внешнее управление. Народ не хочет этого. Поэтому мы собираем подписи и показываем волю народа. Правительству, Госдуме, Совету Федерации, везде, прокуратуре и так далее. Всему управлению нашей страны, нашего государства. А что, скажите, такой вопрос. Вот когда вначале мы собирали подписи, и теперь граждане более сознательно к этому относятся, как вы полагаете? Граждане соглашаются, когда они узнают эту информацию. Дело в том, что гражданам не дают информацию из СМИ. Все СМИ подчинено рейтинговой системе. Рейтинговые компании принадлежат, опять-таки, которые устанавливают рейтинги для СМИ, принадлежат не нашей стране. Это компании шведские и американские. Естественно, это не в их интересах, чтобы наши граждане узнали информацию, что страной управляет не национальная власть, не наша, не российская власть в стране. И поэтому и нападки на президента от этого, правильно? И люди не знают, но когда мы на пикетах разговариваем с людьми и доносим им информацию обо всем, как управляется страна, они соглашаются, оставляют подписи. Конечно же. Просто у нас сейчас проблема в том, что нас не выпускают на телевидение, нас вырезают из всех митингов массовых и праздничных, и поэтому народу сложно узнать вот эту правду об управлении страной. Вот что происходит. Если бы сейчас народ узнал эту правду, то проголосовало бы, и оставили подписи не столько людей, а миллионы, естественно, огромное количество. Но правда скрывается. Правда скрывается. И поэтому только те, кто хочет узнать правду, он узнает, правильно? Посмотрите, доступ к информации практически одинаковый у людей. Ну, одни это понимают, а другие вот просто зомбированы. Я не знаю, с чем это связано. Скажем так, есть проблема в восприятии народа. С одной стороны, понятно, что народ, слушая из СМИ, из телевидения эту информацию, которую они им дают, неправду, это вранье сплошное идет. Они запутываются. И их специально еще и запугивают. Ну да. И им говорят, что политика это грязное дело, не идите в политику. Но ведь народ-то должен жить осознанно. Проблема народа в том, что он не живет осознанно. Он должен сознание включить и попытаться разобраться, что происходит в стране. А народ этого не делает. И в этом проблема большая. И в этом проблема. И поэтому, я так полагаю, что если бы в руках нашего государства были именно государственные СМИ, которые бы сказали правду, народ бы, я думаю, в течение недели бы разобрался. Обязательно. Потому что когда мы разговариваем и рассказываем народу, люди понимают сразу же. Они все понимают. Просто нет информации. А сами они дезинформированы благодаря тому, что СМИ управляются не Россией. Не Россией. Ну все. Да. Вот это граждане, многие должны уяснить, что ведет оголтелая. И наша конституция была написана в 93-м году, по которой мы сейчас живем, еще при правлении при Ельцине. В нашей конституции, кроме 15-й статьи, есть 13-я статья, которая запрещает нам в стране государственную идеологию. А ведь государственная идеология – это стратегическое развитие страны. Да. И нам запрещено планировать развитие нашего государства. По 13-й статье именно. Еще существуют такие статьи, как 9-я статья в Конституции, которая разрешает частную собственность, землю и даже недра в этой земле. Ни в одной стране такого нет. Причем частную собственность, даже иностранную. Это о чем же говорит? О том, что наша страна – это колония. Раз наши, раз может приехать из-за границы. Это невозможно было подумать об этом в Советском Союзе, чтобы кто-то приехал из-за границы. Иностранный гражданин и купил нашу землю вместе с недрами в земле. Наша страна – колония. Наша страна – колония. Да, и вот как вы сказали еще, то, что нету, скажем так, рубля своего, что сколько мы долларов купим, настолько имеем право выпустить. Это тоже признак колониальности. Вот. Также вот налетой. У нас фактически нет своей валюты, нет страны. Мы через доллар осуществляем все. Все, любые денежные операции идут через доллар. И поэтому выход у нас какой? Выход вот. Вот он. Изменение, референдум по Конституции. Да, референдум по Конституции. Реформа Конституции. Реформа. И поэтому обратитесь к гражданам, чтобы они оставляли свои подписи. Граждане, для того, чтобы улучшить нашу, вашу жизнь, надо изменить 15-ю статью, часть 4. Потому что именно благодаря этой статье в нашей стране применяется план для страны, который пишет нам каждый год Международный валютный фонд. Именно в этом плане, если вы прочтете там, на сайт можете зайти и прочтете, там написано, что надо поднимать налоги, надо поднимать пенсионный возраст. Это именно прописано в плане МВФ, что надо снижать зарплаты и так далее. Сокращать медицинское обслуживание, сокращать образовательные учреждения школьные в регионах и так далее. Это все план МВФ на каждый год нам пишут. И это они для нас делают. Они нам снижают жизненный уровень. Для того, чтобы это изменить, вам надо оставить подписи за изменение 15-й статьи, часть 4. И статьи 13, часть 2. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые... Как сказала пикетчик, что чтобы выйти из этого положения, необходимо... Необходимо зайти на сайт зареферендум.народ.ру, скачать бланк, оставить свою подпись. Также можно сюда включить подписи ваших друзей, родных, и отправить по указанному там адресу. Потому что сейчас такой момент настал, что на кону поставлена судьба России. В 91-м году вот наше поколение, я вот вину тоже себе ставлю, что мы не смогли защитить, сохранить наше отечество. И оно... И его не стало. Это, как сказал наш президент, самая большая геополитическая катастрофа 91-го... Самая большая геополитическая катастрофа 21-го века. Когда миллионы людей оказались разделёнными. Много людей погибло при этом. Потому что это была ликвидация Большого Отечества. И чтобы спасти Россию, каждый должен включиться в борьбу. Наши ресурсы, это вот я сказала, за референдум народ.ка.ру. Вот газета Свободного Отечества, национальный курс. Также мы в Ютубе, Нот Москва-регион, национальный курс за суверенитет. Мы также в Одноклассниках. Вежливые люди. Также ВКонтакте, группа за референдум в Фейсбуке. Заходите. Спасибо.